Вам пока рано мне говорить спасибо, потому что вы не слышали еще ответа. Сейчас услышите, скажите ли вы меня спасибо, не знаю. Значит, вы сказали, что у России нет союзников. Не согласен. У России много союзников. И когда я приехал в Гватемалу, чтобы поставить вопрос о том, чтобы Россия принимала Олимпийские игры, уверяю вас, вот говорю вам абсолютно искренне, подавляющее большинство членов МОК, представителей самых разных стран, то ли в открытую, то ли на ухо. Мне говорили, проголосуем за вас только потому, что Россия занимает независимую позицию на внешней арене. Сейчас, 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 я же вас не перебиваю. И это наши потенциальные союзники, которые не ограничиваются в постсоветском пространстве. Потому что люди устали от диктата одной страны. Вы говорили о союзничестве США. Мы и с Соединенными Штатами хотели бы быть союзниками. Просто то, что я сейчас вижу, и то, о чем я говорил в Мюнхене, это не союзничество. Мне иногда кажется, что Америке не нужны союзники, им нужны вассалы. Но мы хотим и будем выстраивать отношения со Штатами. Потому что я вижу, что и внутри самих Соединенных Штатов происходят определенные трансформации. Американскому обществу уже не хочется, в значительной степени, во всяком случае, не хочется исполнять роль международного жандарма. Вот об этом же пишут ваши коллеги, исследователи различных американских университетов. Они говорят о том, что США проводят неэффективную и затратную внешнюю политику. И я-то уж знаю, как относятся к этой политике в так называемые европейские союзники. Ведь смотрите на практике, что происходит. Николай, вы же это знаете. Вот приняли решение по Афганистану. Но кто-нибудь посоветовался с союзниками о том, что нужно делать в Афганистане? Хрен а с два. Удар нанесли, а потом начали всех подтягивать. И говорят, кто не с нами, тот против нас. Это что, союзничество? Никакого союзничества нет. Кто не с нами, тот против нас. Во, формулы замечательные. И сразу разлад наступил. Кто в лес, кто под рова. И что можно сказать про квартет? А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Так, Валерий Бесталович? Значит, но мы не собираемся жить, как страна, окруженная врагами. Этого и не будет. И когда-то говорили, совсем недавно. И мне, многие мои коллеги, навязывали идею однополярного мира. Но он реально не состоялся. Он гораздо сложнее, чем то, что было в биполярном мире. Где Советский Союз пытался навязывать свою волю своим так называемым квазисоюзникам. Которые, как только мощь Советского Союза канула в лету, сразу развалился. Но если вот Штаты будут продолжать такую политику, и они потеряют так называемых союзников. Чего бы не говорили по этому вопросу. То же самое в Ираке начало происходить. Ведь сначала сделали, а потом всех заставили туда войти.